Вячеслава Караваева Вячеслава Караваев 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 Вячеслав Вячеслава Караваев Вячеслава Караваев Вячеслава Караваев Ну давай с примерами Боевик, комедия и сериал Так, боевик Ну Возьмем джентльменов Комедия Недавно смотрел Просто по телевизору Показывали Притворись моей женой Так И сериал Черное зеркало Про джентльменов Очень многие говорят И в основном Все восторжены А вот можешь объяснить Чем прекрасен этот фильм? В первую очередь Актерский состав То есть Если посмотреть на актерский состав То есть Игра актеров вообще Мне очень нравится И Во-вторых Стиль Который Есть в кино Он Вообще крутой Очень То есть Он какой-то Такой прям Брутальный весь И костюмы Вот это вот все Мне это просто нравится Вот И Я считаю В этом Вообще весь Вся изюминка Этого фильма Знаю, что ты смотрел И выделяешь Хулиганов зеленой улицы Какие еще Фильмы про спорт Про футбол Про болельщиков Ты бы нам посоветовал? Ну Про болельщиков Наверное Фабрика футбол Про спорт Вообще Если в целом То Легенда номер 17 Мне понравилась И Наверное Третий Если опять же К футболу вернуться Это United Мюнхенская трагедия Угу Я еще знаю, что ты Когда я смотрел Ирландца И это Три часа Такого Долгого кино Я, честно, не выдержал Мне было Скучновато Научи Научи зрителей Которые не привыкли К такому долгому кино Как это выдерживать И как наслаждаться Выдерживать Просто Посмотреть в два захода Аааа По полтора часа Я смотрел в два захода Ну честно Да Я смотрел в два захода Там Час сорок И час сорок Где-то так И как бы нормально Понятное дело Они могли, мне кажется Покороче Это сделать Но Мне было интересно И я два захода Спокойно посмотрел А как кино больше любишь смотреть? На языке оригинала Или с переводом? На языке оригинала, ну, если говорить, допустим, об английском, то в основном все-таки сериалы. То есть кино могу посмотреть, но сериалы как-то все равно попроще. А ты когда на английском смотришь, у тебя субтитры или все-все принимаешь? Когда как, когда как. То есть, допустим, я смотрел Шерлока на английском, у меня были субтитры. Русские или английские? Близкие, английские. То есть все равно, когда читаешь, мне как-то легче. А в каком бы фильме хотел сняться сам? Ну, наверное, не в фильме, в сериале хотел бы Острые козырьки, конечно, сняться. Кем все это делал? Очень мне нравится. Да без разницы. Я не стану говорить, что я хотел бы Томасом Шелби быть или Артуром. Просто мне нравится вот этот вот стиль, не знаю, вот эта вот прям брутальность. Это прям вообще супер. То есть круто. Костюмы, все на уровень. В интервью ты говоришь в основном про современные фильмы и сериалы, а что касается советского? Может быть, военные фильмы? Советского? Ну то, что вот я готов пересматривать вообще вечно. Это место встречи изменить нельзя. Сколько раз пересматривал? Да блин, да это вообще там куча. Просто куча, я сейчас даже не скажу. И готов сейчас прям включить. И вообще прям с радостью посмотрю. Это, наверное, прям супер. Ну и вообще советские комедии вот эти вот. Мне кажется, такие как «Джентльмены удачи», «Приключения», «Шурик», «Любовь и голуби». Монолог какого героя может прямо сейчас воспроизвести, что прямо в мозгу у тебя сидит Шурик, Иван Васильевич, кто-нибудь из них? Да вообще, ну там много диалогов таких вообще крутых. Это даже из места встречи изменить нельзя. Вы бы сняли «Персачок», «Гражданин начальничок», а то он не с руки играть-то будет. Не учи ученого. Гражданин Копченый. Когда тебе кто-то, допустим, говорит что-то и ты ему вот не учи ученого. Ну такие какие-то смешные. Их много вообще в советских фильмах, мне кажется. Что там говорил Караваев про покупку бритв онлайн? Идея хорошая. Тем более так можно помочь врачам. За каждую покупку карты «Мир» в российских онлайн-сервисах и интернет-магазинах платежная система «Мир» переводит 1 рубль на помощь врачам в регионах. Хэштег «Мир помогает врачам». Помочь можете и вы. Давайте помогать. Всем миром. И всем миром будем здоровы. Ты любишь группу «Грот». Мы сейчас в музыку уже перемещаемся. С чего началась эта любовь? Ты как-то... То ли... По-моему брат. Брат мне скинул трек. И мне он очень понравился. Это был трек «Рубежи». Он мне очень понравился. И как-то после этого пошло-поехало. То есть начал другие треки слушать. Что-то начал увлекаться так постепенно вообще. То есть как-то это так началось. Ну для тебя «Грот» это музыка про что? Про нас? Про не нас? Про какой-то вымышленный мир? Нет. Это музыка на самом деле про нас. Вообще про нашу жизнь. Вот. Но они это преподносят просто в таких очень... В таком крутом творчестве, скажем так. И поэтому приятно их слушать. Моя мама никогда не слушала группу «Грот». Что меня послушать? Ну... Ну мне нравятся «Рубежи». Это то, с чего началось. Понятно. Это первое. Второе. Можно послушать «Магия возраста». С Владей и Кастер. То есть у них совместный. И третий. Наверное, можно послушать «Мне нравится Кость». То есть... А «Грот» это музыка для выходного, для машины? Или когда едешь на стадион, ты в наушниках можешь «Грот» поставить? Ну, это по-разному. Мне кажется, по-разному. Вся музыка, мне кажется, по-разному. Иногда тебе хочется спокойную музыку. Даже перед игрой. Если взять... Иногда тебе хочется спокойную музыку послушать. Иногда ты там... Вот мне нравится «Дип Хаус». Можешь «Дип Хаус» включить. Вот. Иногда «Грот». Мне вообще... Нету даже жанра у меня, который мне нравится. Там «Рок», «Рэп». Мне вот, если мне трек нравится, неважно, «Рок», «Рэп», там «Дип Хаус». То есть, если мне он понравился, я его сохраняю и слушаю. Как отличаются музыкальные вкусы футболистов в России и в Голландии? Ну, в Голландии они любят такой больше, скажем, рэп, такой типа «Тайга», что-то там, я не знаю, «Уис Халифа». Не знаю, вот они любят вот это вот, мне так кажется. Но часто включают свои голландские вообще там треки, которые похожи на наши, там, я не знаю, 90-х, грубо говоря. Вот. Ну, а в России, мне кажется, мы слушаем все. Я знаю, что ты любишь часы, это твое хобби. С чего это началось и что это вообще такое увлекаться часами? Да я бы не сказал, что это прям хобби, это тоже прям мягко говоря, точнее громко прямо сказано. Ага. Вот. Просто вообще нравится вот это все, нравится читать про это. У меня есть в Инстаграме, допустим, на кого я подписан, кто рассказывает о часах. Это просто интересно. Я какие-то, это началось с какого-то журнала просто. Очень круто рассказывали там, то, что там такие марки, то-то делают, то-то. Это так интересно, какие усложнения там. Это просто мне интересно было читать и как-то вот я так углубился и смотрю в Инстаграме, кто там обсуждает какие-то видео. То есть мне это просто интересно. Ну, естественно, даже могу посмотреть, как там механизмы какие-то собирают, как там все перекладывают. Не знаю, мне нравится. То есть ты, твое хобби это просто посидеть, то есть условно, включил музычку, включил грот и сидишь, смотришь, как часы устроены. Это такой идеальный танец у тебя? Ну, нет, конечно, нет. Невозможно все это одновременно делать. Вот. Но, пускай будет так. Хорошо. В конце нашего выпуска хочется от тебя услышать еще более добрые истории. Ты, конечно, зарядил нас позитивом и насоветовал книг, фильмов, сериалов. Что хорошего у тебя произошло в последнее время? Порадуй нас. Ну, хорошего, если сказать, у брата было 1 мая, день рождения. И я заказал очень крутой торт в стиле острых козырьков. Да, мне. Да, и я прям очень рад был, как вообще мне его сделали. Это сделала наша общая подруга с братом. Вот. И это было просто мега круто. Я даже насладился, как он был сделан. Жалко, я его не попробовал, конечно, но это было круто. Слава, спасибо тебе большое. Что делать? Отправляться скачивать кино и коротать эти дни и часы за фильмы. Спасибо тебе большое. Удачи, скорейшего возвращения на поле. Да, тебе тоже. Спасибо. Всем спасибо. Увидимся еще. Жду, когда на газовой плите вскипит чайник и пойду читать. Караваев посоветовал очень много всего. Это «Мир дома». Мы входим в гости к сборной России по футболу. Шоу платежной системы «Мир» и «Сборная России». Всем пока. Читайте, смотрите и слушайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok